В 2008 году его состояние оценивали в 28 миллиардов долларов США. Он являлся самым богатым россиянином и занимал 9 место в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. А уже в 20-м году он занимал 908 место с состоянием всего 3 миллиарда долларов США. В 1985 году окончил школу в физфак МГУ кафедра квантовой статистики и теории поля, где он тоже слыл одним из самых талантливых студентов курса. Армия, два года в ракетных войсках под Читой, в 1988 вернулся к учебе, в 1993 окончил физический факультет МГУ, в 1996 Российскую экономическую академию имени Плеханова, в 1996 году получил диплом магистра. Еще в студенческие годы заработал свои первые деньги в стройотряде. Со студенческими товарищами открыл свой первый бизнес. Фирма занималась поставкой металлов за границу. Я начал свой первый бизнес в необычайно исторический момент. Страна, в которой я родился, исчезла, а новая еще полностью не сформировалась. Первая дала мне отличное образование, вторая дала мне шанс на успех. Сегодня он владеет компанией «Базовый элемент». Миллиардер женат. В 2001 году женился на дочери Валентина Юмашева Полине. Они познакомились с гостях у Романа Абрамовича, который тогда был партнером Олега. Отец Полины Валентин Юмашев стал супругом дочки Бориса Ельцина Татьяны. Таким образом, Дерипаска стал членом семьи Бориса Ельцина. Полина училась в английской школе за границей после окончания школы МГУ. Она не менее известная личность, чем он сам. Успешная, красивая, умная женщина. Интерес к писательскому делу стал основной деятельностью жены Олега. В 2006 году Полина выкупила редакцию и вскоре смогла дать ему новое название «Форвард Медиагрупп». Сейчас бизнес-мумен входит в состав совета директоров этой компании. В 2017 году супруги развелись. После развода экс-супруга Дерипаска взяла девичью фамилию. У них двое детей – сын Петр и дочь Мария. Дети учатся в Англии, хотя по другим источникам учатся в Москве. Петю интересует экология. Мария увлекается большим теннисом, плаванием, гимнастикой, народными танцами. Виртуозно играет на фортепиано и поет кубанские песни. Обожает читать. С его именем связано несколько громких скандалов. Предпочитает спокойный отдых. Любит читать и фотографировать. Своим хобби называет потребление информации в концентрированном виде. Он основал самый большой благотворительный фонд «Вольное дело», вложив 11 миллиардов рублей. В сфере его внимания – культуры образования, спорта и здоровья, возрождение духовности, защита братьев наших меньших. Он выделил средства для Московского и Санкт-Петербургского университетов, поддержал знаменитую «Мариинку» и Большой театр, перечислил деньги на счет Эрмитажа, Светинского и Донского монастырей. В 2014 году даже бездомные собаки города Сочи отзавелись настоящим домом. В этом городе был открыт для них приют. Если вы на протяжении своей жизни сможете сохранить драйв, неравнодушие, тягу к знаниям, желание творить и создавать, поверьте, вы сможете добиться потрясающих успехов в любой области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!